Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы получили обновление состояния ВВП США за второй квартал 2022 года. И за второй квартал этого года ВВП упал. В первом квартале 2022 ВВП тоже падал. Техническое определение рецессии подразумевает падение ВВП два квартала подряд и больше. Поэтому технически экономика США уже находится в рецессии. Многие наверняка слышали, что Белый дом и американское правительство уже начали доказывать людям, что такое на самом деле рецессия. Независимо от того, что они говорят, профессиональные участники рынка давно уже согласились, что два квартала подряд с отрицательным ростом ВВП означает рецессию. Это абсолютное безумие, потому что экономисты и аналитики прогнозировали рост ВВП за второй квартал. ФРС США совершила две ошибки за последние 12 месяцев. Первое. Они очень долго сдерживали процентные ставки около нуля и практиковали политику количественного смягчения. Хотя в то время инфляция уже была более 7%. Теперь же ФРС США повышает ставки. Так, например, вчера они объявили рост ставки на 75 базисных пунктов. И делают это они тогда, когда экономика уже находится в состоянии рецессии. В этих двух сценариях ФРС США отстает от происходящих в экономике процессов приблизительно на несколько месяцев. Я не сторонник теории заговора, что существует некий план по разрушению американской экономики. Я просто думаю, что ФРС США пытается поступить правильно, но ошибается. Итак, у нас самая высокая инфляция за последние 40 лет и теперь еще и экономика США находится в состоянии рецессии. Это то, что называется стекфляцией. Самое забавное, что ситуация настолько невыгодная, что любое действие ФРС может привести к ухудшению. И буквально нужно выбирать меньшее зло. Если ФРС не будет действовать, инфляция продолжит бить рекорды месяц за месяцем. Если же ФРС США продолжит уничтожать спрос, а такую они поставили перед собой цель, уже рецессия будет становиться все глубже и глубже. Поэтому ФРС США придется оставить что-то одно. Либо бороться с инфляцией, либо бороться с рецессией. И я думаю, что в конце концов они выберут борьбу с рецессией. Другого выхода у них просто нет. Допустить крах экономики они не могут. А люди могут и пожить в условиях высокой инфляции. И здесь начинается самое интересное для биткоина. Какая страшная новость. Американская экономика в состоянии рецессии. Звучит ужасно, не так ли? Вчера Джером Паул выступил с речью, в которой в частности анонсировал рост ставки на 75 базисных пунктов. Рынок на это никак не отреагировал, потому что все и так ожидали этого поднятия ставки. Но интересно то, что вся речь господина Пауэлла так или иначе сквозила подготовкой людей к новому отчету о состоянии ВВП за второй квартал этого года. Это значит, что они уже готовы переходить от инфляции к рецессии. Мы начнем меньше слышать про инфляцию, которая уже всех достала, но больше про рецессию. Они начнут рассказывать, что рецессия это намного хуже инфляции. Они начнут готовить людей к выбору. Либо инфляция, либо рецессия. Внимание народа будет перефокусировано с инфляции на рецессию. Популяризация темы рецессии и спасения от нее развяжет ФРС США руки. И они смогут приступить к своему настоящему делу. Запуску политики количественного смягчения и снижения процентных ставок. Ну а снижение процентных ставок, количественное смягчение и печать денег откроет кран ликвидности на рынке. И в первую очередь эту ликвидность забирает высокорисковые активы. Такие как, например, биткоин. Поэтому я считаю, что эта новость совсем не такая плохая, как может показаться на первый взгляд. Кстати говоря, в продолжении этого я бы рекомендовал тебе посмотреть вот это мое видео. В нем я рассказывал, почему Соединенным Штатам нужно обязательно косвенно поднимать цену биткоина. Это видео связано с сегодняшней темой, поэтому я рекомендую его посмотреть. Ссылка на него будет в описании. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Это было быстрое включение с экстренными новостями и их долгосрочным влиянием на криптовалюту. Увидимся. Продолжение следует...